Сергей Цивилев призвал кузбассовцев добровольно сдавать незарегистрированное оружие. Прием от граждан незаконно хранящегося оружия и боеприпасов проводится на добровольно возмездной основе. Денежные средства за сданное оружие направляются из областного бюджета. По данным областного управления МВД России, за 8 месяцев 2018 года в Кузбассе совершено 53 преступления с использованием оружия. По фактам незаконного оборота оружия и боеприпасов возбуждено более 500 уголовных дел. Из них около 120 по фактам незаконного изготовления оружия. Сергей Цивилев отметил, что правоохранительные органы Кузбасса принимают оружие по расценкам гораздо более высоким, чем в других регионах Сибири. В Управлении Росгвардии по Кемеровской области сообщили, что за 8 месяцев 2018 года добровольно кузбассовцы сдали 317 единиц оружия. Суммарная денежная компенсация составит порядка 1 миллиона рублей. А за 4 последних года жителями Кузбасса в полицию сдано более 2400 единиц оружия. Специалисты напоминают, незаконное хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств влечет и административную, и уголовную ответственность. Оружие можно сдать в любой орган внутренних дел Кемеровской области. Действующий размер денежной выплаты. 30 тысяч рублей. Взрывчатые вещества, кроме пороха, 2000 рублей.